Ну и напоследок, давайте обсудим то базовое правило C++, которое я упоминал на прошлом слайде. Это правило одного определения. По-английски это называется One Definition Rule и сокращается как ODR. Это правило упрощенно можно сформулировать следующим образом из трех пунктов. Первый пункт говорит о том, что в пределах любой единицы трансляции, то есть одного файла с кодом, ни одна сущность не может иметь несколько определений. Здесь важно понимать разницу между объявлением и определением. Я пытался все время это разграничивать, но вот сейчас стоит вспомнить все, что я про это говорил, и осознать, что данный пункт означает. Это означает, что, например, нельзя определить одну и ту же переменную дважды внутри одной единицы трансляции. Однако можно, например, объявить одну и ту же функцию несколько раз, но определять ее можно только однажды. Второй пункт говорит о том, что в пределах программы, то есть первый говорил про одну единицу трансляции, а второй говорит уже про всю программу. В пределах программы у неинлайн-функций и глобальных переменных не может быть более одного определения. Если вдруг окажется, что какая-то глобальная переменная имеет несколько определений, или обычная функция неинлайн-функция имеет несколько определений, то на этапе компиляции у нас в каждой единице трансляции это определение будет скомпилировано, и на этапе линковки мы получим ошибку. У нас либо окажется, что одна и та же глобальная переменная определена несколько раз, либо окажется, что у одной функции есть несколько скомпилированных версий. Так как эта функция неинлайн, то это приведет к ошибке. То есть ошибка в первом пункте определяется на этапе компиляции, ошибка во втором пункте определяется на этапе линковки. А вот ошибка в третьем пункте уже не определяется на этапе компиляции, не на этапе линковки, она просто приводит к неопределенному поведению. Третий пункт говорит следующее Что классы и инлайн-функции могут иметь несколько определений в рамках программы Но если это так, то эти определения должны быть идентичны Если вдруг окажется, что в вашей программе один и тот же класс Определен в различных единицах трансляции по-разному Одна и та же инлайн-функция определена в разных единицах трансляции по-разному То это приведет к неопределенному поведению Это некорректная программа Но если у нас одна и та же инлайн-функция определена по-разному Более-менее понятно, что произойдет На этапе линковки будет выбрана одна из этих реализаций И только она и будет вызываться А все оставшиеся будут выкинуты Вопрос для вас Подумайте о том, что произойдет Каким проблемам может привести Если в программе окажется несколько различных определений Одного и того же класса То есть классов с конкретным именем Это довольно глубокий вопрос Там есть несколько простых ответов А есть более сложные, про которые не так просто догадаться А есть более сложные, про которые не так же будут выкинуть